В Салавате прошли товарищеские встречи среди школ под громким девизом «Мы сильны, мы победим». Такие мероприятия проводятся в рамках дворового футбола. Напомним, этот пилотный проект начал работу еще в июле. Его цель – занять ребят на свободное время с пользой для здоровья, а также вовлечение подрастающего поколения в популярную спортивную игру. Сегодня проходит турнир по футболу среди команд школы номер 17 и 24, спортплощадка школы номер 17. Это считается дворовый футбол. Ребята здесь играют, которые не занимаются в спортивных кружках, в спортивных секциях футбола. Просто чистые дворовые ребята. Ну и как оцениваете силу своей команды? Ну, мы силы своей команды оцениваем только на победу. «Мы надеемся, что эти встречи товарищеские между школами дадут толчок новому этапу развития нашего дворового футбола. Конкретно дворового футбола. То есть те ребята, которые занимаются, которые не занимаются, которые просто любят бегать и играть в футбол. В принципе, эти мероприятия для них, чтобы они бегали не просто во дворе, а с определенной целью на футбольном поле, пытаясь доказать, кто лучший на спортивной площадке». «Настроение на поле самое позитивное. Здесь все, как и в профессиональном футболе. Помимо игроков, есть еще и судья, и арбитр, и даже самые настоящие ярые фанаты». За свои команды пришли поболеть ребята и 17-й, и 24-й школы. Еще бы, побороться действительно есть за что. Лучшим игрокам турнира вручат грамоты, а вратарям, защитникам и нападающим, проявившим себя на поле лучше всех – памятные статуэтки. Но главное не награды, а заряд позитивной энергии. Так считают сами участники. «Настроение самое позитивное – охота победить и забить гол». «Ну, идет хорошо. Надеюсь, что наши выиграют именно 24-е. Ну, и все болеем». В этих соревнованиях приняли участие не только юноши, но и девушки в возрасте от 13 до 15 лет. Для ребят помладше также планируется организовать подобные соревнования. Они будут проходить чуть позже в спортивных залах и с меньшим количественным составом игроков. Никита Черепанов, Рустам Гайнанов. Телекомпания «Салават». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова